Какая еда лучше? Большая, маленькая или средняя? Это самый очевидный бургер в моей жизни! Фух, с трудом ее съел! Такая противная! Ааа, она ужасно острая! Фух, какой едкий запах! Яйца чего? Ребята, вы что наделали? Настя! Итак, ребята, сегодня на уроке рисования мы нарисуем дерево. На свое усмотрение нарисуйте дерево, большое, маленькое, зимнее, летнее. В общем, занимайтесь! Настя, а почему дерево такое крошечное? А какая разница? Ну как это какая? Мне что, его под лупой рассматривать придется? О, вот у Ярик молодец! Молодец, Ярик, хорошо! Сережа! Это что такое? Ну нельзя же так! Ты мне всю парту испачкал! Почему твое дерево такое огромное? Так это же дерево! Оно должно быть огромным! Ну не должно же оно выходить за пределы листа! Оно должно туда помещаться! Какая разница? Я считаю, размер не важен! Главное, это красота! Да, мне тоже так кажется! Ах, так вот, да? Ну и зачем ты урок сорвал? Ой, ты тоже молодец! Я и твое крошечное дерево не понравилось! Да хватит вам ссориться! Сейчас она еще с директором вернется! За то, что урок сорвали! Значит, говорить о размере не имеет значения, да? Так, сейчас мы это и проверим! Сегодня у нас будет челлендж! Ого! Какой это челлендж? Не нравится мне это все! Убирайте свои листики с парт, сейчас узнаете, какой челлендж! Ого! Ого! Вот это хот-дог! Вау! Сегодня на уроках в качестве исключений я вам разрешаю кушать, но только то, что вам достанется по жеребию! По жеребию! Да, по жеребию! Тяни, Настя! Мне средний! Что? У меня маленький! Ну, значит, я и не достается большой! Вау! Этот хот-дог такой маленький, он не на один зуб! Это не честно! Я вообще им не наемся! Ну, так вы положили! Это правило челленджа, Сереж! А мне как раз самое оно! И не большой, и не маленький! Какой гигантский хот-дог! Никогда не ел таких хот-догов! Ну все! У меня пустая тарелка! Я ничего не понял! А с какой же стороны его откусить? Я уже не могу есть! Классно тебе! А я ничего и не понял со своим миниатюрным хот-догом! Сережа, давай я тебе свой хот-дог отдам! А то я уже не могу есть! Конечно хочу! Сережа, стоп! А это уже не по правилам челленджа! Каждый съедает то, что ему предназначено! Эээ, ну я уже не могу есть! А Сережа, наоборот, голодный! Правило есть правило! Вот крыльца! Лучше бы мне отдала! Ну что, всем понравились ваши блюда? Да! Да! Нет! Очень хорошо! Потому что пришло время тянуть новые жреби! Теперь начинаем с Сережи! Настя! И я их! Как здорово! Мне большое попалось! Мне в этот раз среднее! Тоже неплохо! Блин! Ну что мне так не везет? Опять маленькое! Вот и отлично! Я пока пойду схожу за едой! А вы сидите тихо! Не шумите! Знаете, пока сидела, я уже скоро даже проголодаться! Я не сильно! Я голоден, как волк! Думаете, учитель что-то принесет вкусненькое? Ой, я бы в этот раз что-нибудь сладенькое бы съела! Я тоже! Я бы съела гигантский глазурный пончик! Ой, или огромного железного медведя! Ой, а я бы хотела большой пористый шоколад с орешками! Так, Сережа вроде маленькие попали! М-м-м, почему так мало? Настя, большие! А это мне уже нравится! Ну и я и у средние! Ну, тоже неплохо! Я очень люблю шипсы, но тут их очень мало! Как бы я хотела такую же банку, как у Насти! Ребята, я бы тогда точно со всеми вами поделился этой банкой! Неплохо! Тут целых три банки внутри! Интересно, какой-то новый вкус! Надо попробовать! А у меня паприка, мне сойдет! Никогда не ел чипсы на десерт после огромного хот-дога! Так, что у нас там за вкус? М-м-м, неплохо! М-м-м, класс! Обожаю этот вкус! Мне тоже зашло! А у меня уже все чипсы закончились! Ну, не расстраивайтесь! Скоро я вам принесу еще кое-что очень классное! Пока не заедайте свои чипсы! Лишь бы мне попасть большая еда! Лишь бы мне попасть большая еда! Пожалуйста! Сереж, ты что там бормочешь? Я хочу, чтобы мне теперь попасть большая еда! Уже скоро конец урока! А это значит, что я ничем вкусным не наемся! М-м-м, я неплохо наелся! И я! Вот и я хочу, как у вас! Жалко, что нам нельзя делиться! Ну, конечно, я бы с тобой поделился! Аж в животе пурчит, когда смотрю, как вы едите! Сереж, держи! Мне все равно одной нога! Ну, вы даете! Но я все-таки надеюсь, что мне выпадет большая вкусняшка! Ну, мне все равно, что мне выпадет! Я все равно уже наелась! И я наелся! Ну что ж, ребят, давайте сворачивайте свои чипсы и пора тянуть новый жребий! Так, ну что ж, ребята, последние жребы и на этом наш челлендж сегодня закончится! Начнем с Ярика! Ура! Наконец-то мне попалась большая! Сережа, ты зачем так кричишь? Ой, простите! Просто мне наконец-то повезло! Ура! Да тише ты, тише! А то сейчас ко мне директор придет от твоих криков! Ну, а мне маленькая! Ну и хорошо! Я так наелся! Если бы мне выпало большое, я бы, наверное, улыбнул! А мне среднее! По-моему, лучше всего! Ну что ж, когда вы все уже знаете, что вам выпало, я вам вашу еду принесу! Чего? Это что, проколи? Ну да, очень полезное, между прочим! Блин, я их ненавижу! А мне еще и большие попались! Ой, Сережа, не причитай! Размер же не имеет значения! Ребята, она уже так воняет! Настя средняя! Ну и Ярику досталось меньше всего этой вкусняшки! Вот и хорошо! Фух, как хорошо, что их было мало! Если честно, я не сильно люблю брокколи! И хорошо, что мне попались маленькие! Лучше бы мне попались маленькие! А мне, если вкусняшку, так маленькую! А брокколи огромную! Огромную! Ребят, какая мерзость! Фух, наконец-то звонил! Еще немного этих брокколи, и я бы не выдержала! Ну как, ребята? Вы все еще считаете, что размер не имеет значения? О нет, размер имеет значение! Да-да, я тоже это поняла! А я всегда думала, что размер очень важен! Да уж, и мне с размером сегодня не везло! Ладно, возможно, завтра тебе достанется что-то вкусное! Завтра? Да? Завтра продолжим наш челлендж! Так что, ребятки, тщательно готовьтесь к уроку! Ребят, напишите в комментариях, что же лучше! Большое, маленькое или среднее? Поставьте лайк! И обязательно не забудьте подписаться! И всем пока! Привет, ребята! Класс! Сегодня будет продолжение нашего челленджа! Я специально дома не завтракал! Уверен, что сегодня мне будет попадаться только большая еда! Ставлю на это свой киткат! Я сегодня взял свой счастливый брелок, поэтому удача моя! А я думаю, первая большая еда будет у Сережи! Ставлю на это свой баунти! Ну, раз вы все угадываете, то мне кажется, что у Наши попадется первая большая еда! Поэтому ставлю на это свой сникерс! Всем доброе утро! Ну как, ребятки, приготовились к уроку? Лидия Занудовна, а у нас ведь сегодня челлендж большой, маленькое и среднее? Конечно! Как я и обещала на прошлом уроке! Ура! Вот интересно, кому и что сегодня попадется! А это мы сейчас и узнаем! Тяните жрели! Вау, у меня среднее! Настя! Блин, маленькая! Ну, значит, большая выпала Ярику! Ес! Ес! Ничего, ребят! Может быть, вам в следующий раз попадется большое! Сейчас принесу ваше блюдо! На! Выграбашу еду и три шоколадки! Спасибо, счастливый брелок! Вот же Ярику сегодня везет! Ага! Ну ничего, может и нам повезет! Так, ну что ж, Сережа, твоя средняя, бери! Твоя маленькая, Настя! Ну, а Ярику самая большая! Ммм, она такая горячая и вкусная! И размер то, что надо! Наемся! Ммм, она такая горячая и вкусная! Ммм, она такая горячая и вкусная! Вкусно? Но мало! Ммм, а мне сегодня повезло! А, она ужасно острая! Ну, конечно! Тебе попалась лапша с перцем чили! О, повезло! Я люблю острую лапшу! Давай меняться! Началось! Ммм, супер! Так классно жжет во рту! Так, я не поняла! Кто это тут правила нарушает? А ну-ка, быстро поменялись назад! Еще раз увижу, выброшу! Настя, передай назад! Лучше разогнула, чтобы не злить! У кого есть вода? Умираю, как пить хочу, а после этой лапши... Блин, я воду забыла! Упс, я тоже забыл! Прости, Ай! Ужас! Пить хочу! Ребята, я так хочу, чтобы мне выпала большая еда! Да, поставьте мне лайк, чтобы моя мечта сбылась! Так, ребят, ну прекратили там разговорчики! У нас новый зверь! Разбираем! Ну, слава богу, средняя! Ура! Большая еда! Спасибо, ребята! Ваши лайки мне очень помогли! Ну, Ярослава, похоже, тебе досталась маленькая! Блин, походу брелок перестал работать! Ну, что же, готовы увидеть своё блюдо? Очень интересно! Кому-то повезло и досталась большая пепси! Пепси! Вау! Ты моя любимая пепси! Настя средняя! То, что надо! Ну, а Ярику маленькая! Блин, я так пить хотела! Тут маленькая баночка! Этого слишком мало, чтобы потушить пожар во рту! Ха-ха-ха-ха! Мне этой пепси до конца недели хватит! Перекусить бы ещё, а то я лапшой совсем не наелась! Вам везёт! Хотя бы пепси немаленькая попалась! Я так пить хочу! А мне не слишком хочется пить! Я кушать хочу! Ребятки, ну что, напились все? Тяните новые зелья! Дам вам маленькую подсказку! На этот раз вас ждёт сладенький перекус! О, сладенькая! Круто! Давайте тянуть скорее! Что? У меня опять маленькая? Класс! У меня снова большое! А у меня опять средняя! Серёжа, это не честно! Ты что, читеришь? Нет, я не читерю! Не может два раза подряд тебе попасться большое! А вот и может! Так выпало! Ты считерил, признайся! Да и считерил я! Малечки, допустим, ссориться! Из-за вас учитель не может выйти! За вкусняшкой! Вот именно! Я выйду за блюдом только тогда, когда в классе будет тишина! Теперь я могу выйти! Так, ну что ж, Мэнтос Серёжи большой! Настя средний, прям для девочки, розовенький! И я его маленький! Ого, какой огромный Мэнтос! Я в первый раз такое вижу! Ребят, вы бы хотели такой? Пишите в комментариях! А мне же башки попались! Тутти-фрути! Класс, ребят! Куча маленьких! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, мы сжигаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ярик, ты чего? Ребята, вы что наделали? Настя! Это не я, это Ярик. Это не я, это Сережа. Сережа! Это не я, это Ярик Ментос подкинул. Ага, значит, крайних я не найду, да? Все сегодня после уроков останетесь убирать класс. Ну, спасибо, Дуб. Всем все ясно? Ясно. Извините, мы больше так не будем. Вот и чудно. От этого вашего баловства я совсем забыла, что у нас же есть еще кое-что вкусненькое. Ну что смотрите, жреби тяните. Ура, удача ко мне вернулась, большое. Вот видишь, я не чителю, а то бы и сейчас большое попалось. А так мне попалось маленькое. Ребята, хватит ссориться, удача моя. Мне выпадает то, что я хочу. Ладно, Сереж, я зря тебя обьянил, прости. Ладно, я тебя прощаю. Большое, конечно, хорошо, но среднее отлично. Ну что же, вы готовы увидеть блюдо? Да! Пицца! Так, Сереж, бери маленькое. Настя, среднее. Это не пицца, а издевательство. Кушать нечего. Вау, еще и мой любимый вкус. Самое вкусное и огромное. Мне кажется, я ее всю съесть смогу. Вот это кусок. Блин, даже есть нечего. Сереж, псс. Сережа, ты что там под партой делаешь? Ааа, ручку уронил. Нет, она, по-моему, куда-то закатилась. Что-то смешное происходит? Нет, нет, все нормально. Вот он, нашел ручку, наконец-то. Какой же ты иногда растяпа, Сережа. Ой, Лидия занудовна. А сегодня что, больше еды не будет? Как не будет? Будет. Еще одно блюдо осталось, последнее. О, тоже неплохо. Маленький. Это хорошо. А то после пиццы... Я так и знал, мне сегодня везет. Ну что ж, ребятки, у нас на последнее блюдо. О, круто! Ора! Ну что ж, Сереж, тебе, как обычно, повезло. Вау, ребята, вот это орло. Настя маленькая. Она такая миленькая. Ну, Ярославу средняя. Ну-ну. Ну, ребята, и это еще не все. С чем обычно едят Орео? Вот это молоко. Ярику. Настя маленькая. Ну и Сережа большой. Вот это стакан молока. Ребят, вы когда-то пили из такого стакана? Знаете, ребят, по-моему, брелок мне сегодня удачи не принес. Ведь все равно все решает случайность. Только сейчас я так понял. Но попробовать стоило. Я надеялся, что хоть половина еды у меня будет большой. Вот блин, уронил печенька в эту батью с молоком. И как ее теперь достать? Фух, наверное, неделю есть не буду. А мне как раз самое оно. Ну как, ребятки, вам понравился ваш челлендж сегодня? Было круто. Очень. Мне бы еще. Тогда подготовьтесь, потому что это не конец. На следующий день мы проведем этот челлендж снова. Ура! Ребята, если вы хотите увидеть продолжение, обязательно подписывайтесь. Поставьте лайк. И нажмите на колокольчик. И всем пока! Классно! Сегодня продолжение нашего челленджа. Средняя, большая или маленькая еда. Хочу, чтобы сегодня мне попадалась только большая еда. Большое, самое лучшее. Глупости. Самое лучшее, среднее. Почему это? Не переешь, но точно наешься. Хм. Маленькая тоже мне всегда плохо. Особенно, когда попадается гадкая еда. В армии не переубедить. Большое все равно лучше. А где пруфы? Средняя еда самая крутая. А меня устроит и маленькая. Я очень наелась перед школой. Так, ребята, а ну хватит мне тут спорить. Ну, раз вы так хотите, тогда сегодня давайте выясним, какая все-таки еда лучшая. Большая, средняя или маленькая? Большая. Маленькая. Средняя. Ребят, как вы считаете, какая еда самая лучшая? Большая, маленькая или средняя? Напишите в комментариях. А ну хватит шуметь, я вас поняла. Давайте скорее тяните жребий. Давайте, надеюсь, мне попадется средняя. А мне большая. Большая, большая, большая. Фух, большая. Маленькая. Ну, Сережа досталась средняя. Ого, все точно так, как мы хотели. Сегодня нам повезло. Ну что ж, принесу вам вашу еду. Ну что ж, Сережа, средний. Неплохо. Настя маленькая. Ну, Ярик, большое. Сказал же, большое самое лучшее. Тут написано, что внутри аж семь киндеров. Ммм. Мне и средняя нравится. Посмотрю, какая там игрушка. А я уже все съела. Ну ничего, все равно не голодная. Мне попались енотики. У меня хамьон. А у меня орел. И он побольше, чем ваши сюрпризы. Ну как, вы готовы к второму блюду? Да. Еще не решили, какая еда лучшая? Средняя. Маленькая. Большая. Значит, не решили. Ну тогда тяните жребий. Блин, вот невезуха. Ура, сегодня я король удачи. Ну что, принесу вам вашу еду. Интересно, что следующее? Так, вот ваше блюдо. Так, ну что, Сережа, твой самый маленький бель. Это что, бургер? Им даже хомяк не наестся. Ну что, вытянул. Держи, носи тебе средний. Хорошо, что небольшой. Ну а Ярославу мега большой. Это самый очевидный бургер в моей жизни. Пахнет так вкусно. А мой даже взять стыдно. С какой бы стороны укусить. Очень опасный большой, как у Ярика. Вкусно. Бургер, конечно, классный. Но есть его неудобно. Лучше бы он мне попался. Я бы с ним справился. Алло, да. Да, директор. Да, директор Алис, да. Минутку, сейчас прибегу. Ребятки, посидите, пожалуйста, минуточку. Тихонько. Я скоро буду. Фух, я так наелся. Живот сейчас ломнет. Не понял, где мой бургер? Не знаю. Это ты его съел, Сережа. Нет, ты что? Ты сам, наверное, его съел. А на меня сваливаешь. Настя, вот признайся. Ты же видела. Это Сережа съел? Нет, ты что? Ничего он не ел. Ага, попались. Я так и знала, что это вы взяли мой бургер. Ладно, я... Извини, это я его съел. Но ты ведь сам сказал, что ты уже наелся. Ничего не наелся. Это был мой бургер. Ладно, прощаю. Но больше так не делай. Не поняла. А почему это вы такие веселые? Что, уже наконец-то решили, какая это лучше? Большая, маленькая или средняя? Да. Средняя. Тогда продолжим наш челлендж. Тяните жрелье. Если честно, ребята, большое в меня уже не влезет. Тяните. Опять большое? Фух, мне маленькая. Меня устраивает. У меня средняя. Ну что, сейчас принесу ваше блюдо. Ну что, ваше блюдо? Фух, какой едкий запах. Блин, я так не люблю копченую рыбу. А у меня еще и большая. Я тоже не люблю. Мне больше мяса нравится. Между прочим, ребята, рыба очень полезная. И ее обязательно нужно есть. Я ведь тебе самое вкусное. Фу, мне даже смотреть на нее противно. Ммм, а мне очень даже нравится. Не думала, что мне так рыба понравится. Вот бы еще съесть. Все-таки маленькая, это очень мало для удовольствия. Я умираю, помогите. Не могу. Она еще и такая большая. Кошмар. Так, попробуй свою. Ну так себе. Вот бы мне как Настя попалась маленькая. Фух, в ней полно костей. Фух. Фух, с трудом ее съел. Такая противная. Ой, не знаю. Я, наверное, возьму ее домой. Ой, ребятки, не переживайте. У меня для вас припасена еще одна интересная еда. Давайте скорее тянуть шлепий. Мне нужно заесть вкус рыбы. У меня средний, как я и хотел. А у меня большой, лишь бы не гадкая еда. Эх, а у меня маленький. Хотя, если честно, то я рад. Ну, я вас поздравляю, покажу ваше блюдо. Обожаю чупа-чупсы. Как здорово, что мне попалось большое. Ого, вот это чупа-чупс. Хорошо, что у меня маленькое. А вот и чупа-чупс Ярослава. По-моему, для меня это в самый раз. Сережа, твой. Эх, а я бы хотел чупа-чупс, как у Насти. Ребята, вы любите чупа-чупс? Если да, ставьте лайк. Вау, какой бы мне съесть. М-м-м, возьму вот этот. Я даже немного завидую. Тебе этих чупа-чупсов до конца недели хватит. Пссс. Спасибо. Ребята, что за шум? Ничего. Ребята, давайте все-таки разберемся, какая еда лучше. Большая, маленькая или средняя. Кто же из вас все-таки был прав? А, да никто не был прав. Как это? Каждая еда по-своему хорошая. Это правда. Мне сегодня столько большой еды попалось, и мой живот сейчас лопнет. А маленькая еда часто только дразнит, а хочется больше. И даже средняя еда бесит, когда это копченая рыба, например. Вы молодцы. И абсолютно правы. Я вас награжу за то, что вы такие умные. Наградить? Да, наградить. Вау, да, ну что-то утипляет. Я слишком наелся. Свои заберу добавить. Ребят, какая еда лучше? Большая? Маленькая? Или средняя? Поставьте лайк. И подпишитесь. И всем пока!